Добрый день! Сегодня 7 сентября 2023 года. Смотрите, в каком я цветнике. То есть у нас же теперь новая оранжерея, и Лири покупает различные цветы. Есть иногда возможность купить просто маленький росточек, есть возможность купить с бутонами, а есть возможность купить цветущие. Вот у нас здесь три покупки вместе собраны. Он их сам так скомпоновал, и она стоит у нас вот здесь на острове, украшая нашу жизнь. Передо мной еще один. Я его достану. Вот он такой красавчик стоит передо мною тоже. Он любит вот именно эти цветы. Ой, лапуля моя, красотуля. То есть у меня вот оранжерея везде во всем доме. Вот то искусственные цветы я туда поставила, а вот это маленькие кажутся маленькими. Это те, которые мне дочь подарила на день рождения. Они живые. Они тоже меня очень-очень радуют. А мы сейчас почитаем с вами небольшой вопросик. Девочка его послала на стрим. Стрим, возможно, мы проведем завтра или послезавтра. Я маленькое объявление сделаю, чтобы вы не запутались по тому, как у нас, возможно, все это передвинется на субботу. Но я решила, что вот этот вопрос, он стоит того, чтобы его записать в отдельный ролик раз. А во-вторых, он небольшой. Я его точно смогу прочесть. При общении с мужчиной, который письменно выражает нежность и заботу, должно ли быть чувство ощущения этой заботы? Ребята, по поводу чувства его нельзя вызвать. Ну, как вы будете вызывать чувство, ощущение заботы, если вам выражают просто нежность и заботу? Оно может либо возникнуть, либо не возникнуть. Тут вы не можете сказать, нет, оно непременно должно быть. Или оно не должно быть. То есть каждый по-разному реагирует. Кто-то на очень маленькие нюансы уже с благодарностью чувствует вот эту защищенность и заботу. А кто-то даже, когда ему очень здорово помогаешь, он вместо того, чтобы проникнуться этим чувством, ощущением благодарности и заботы, у него возникает совершенно другое чувство. А не мало ли мне дали? Надо бы побольше. Не зря же, говорят, человеческая душа к добру тянется, особенно к чужому. И у нас вот это так проявляется. А по поводу должно-не должно, здесь нет рецепта. Каждый в зависимости от своего уровня развития и благодарности, что является очень большим дефицитом на постсоветском пространстве, это либо чувствует, либо нет. Предыстория. В 31 год вышла на дейтинг онлайн. Я давно вас уже знаю, милая леди. В 36 получилась встреча с мужчиной. Смотрите, кто-то за 5 лет уже встретился. 5, 10, 15, а то и 40 раз у нас такие тоже есть. А кто-то только первый раз поехал на встречу с мужчиной. То есть у каждого все по-своему. Нет общих рецептов и нет результатов, которые непременно должны быть такими-то, такими-то или такими-то. Как правило, это очень большая работа над собой. Ему было 44. Вроде все хорошо, но на каком-то этапе я почувствовала себя тяжело. То есть смотрите, вы же не вызывали это чувство по поводу, должно оно возникать или не должно. Вы просто почувствовали, что-то здесь не так. Мы очень четко в воздухе даже это чувствуем. Мне тяжело разруливать какие-то жизненные неурядицы. Надо в этом тренировать себя, потому что все жизненные неурядицы у нас случаются. И в зависимости от того, как мы на них реагируем, они либо разруливаются, либо они уходят в тупик. И все, и остаются этой неурядицей надолго и омрачают вашу жизнь. Кстати, я с Лесей разговаривала вот парочку дней назад. Они планируют приехать к нам на день рождения. И она сейчас очень много работает над своими внутренними проблемами, которые надо разрешать. И она мне посоветовала книжку. Правда, она на английском языке, но вы найдете. Если она на русском, ну или уже будете читать по-английски, что тоже неплохо. Я ее взяла не для себя, я ее взяла для вас. Потому что вот это вот внутренние проблемы, они не дают вам разруливать. То есть я, когда ее слушала, я, естественно, задала вопрос, а чего это вдруг она начала чего-то там выруливать? Кажется, благополучная семья. Но у них на самом деле полное взаимопонимание. Оказывается, они наткнулись в свое время на невзаимопонимание, когда они могли друг друга понять. Сходили к психологу, и она посоветовала ей эту книгу проштудировать. Я ее сюда поставлю в описании. Я сейчас не помню, даже не знаю, прислала ли она мне. Там именно на то, что проработать. Мне она точно не нужна, потому как я с собой в гармонии живу. Я и выруливать вот эти все жизненные неурядицы научилась самостоятельно. У меня прошлым летом обнаружилось один неразрешенный вопрос, когда во мне бурным цветом расцвела обида на ближайшего родственника. И я анализировала, почему. Ну почему у меня такая реакция? Оказывается, меня в жизни очень мало обижали. То есть если вы посмотрите всех злопыхателей онлайн, скажите, чего она говорит? Он про нее какую только грязь не придумывает. Ребята, это посторонние люди, которых я не знаю и которые меня не знают. И то, что они там воздух сотрясают, это просто сотрясание воздуха. Может быть, для них это какое-то удовлетворение, потому что каждому хочется вращаться в привычной среде. Если это гермище, то они его, если не видят, то они его придумают. Им там хорошо. Мне все равно, что про меня говорят. А близкие люди меня как-то всегда ценили, берегли и не обижали. И поэтому вот такой вот наезд, он меня обидел. И я помню, что мне, наверное, больше месяца понадобилось на то, чтобы вот эту бурю внутри так загасить. Я вот анализировала, что откуда взялось, потому что оно мне очень несвойственно. И это было единственное, наверное, за многие-многие годы. Я давно научилась относиться философски к тому, чего я изменить не могу. И я должна это принять. Или если я могу изменить, то я это меняю с тем, чтобы это стало лучше. Что я вам рекомендую. Но все психологические изыски, которые вы найдете, вы их и прорабатываете, и пишите сюда в комментариях, что вот это хорошо, вот это хорошо. А я их буду добавлять в описание, чтобы люди зашли. Им не надо было бы листать все комментарии. Люди, как правило, этого не делают. Очень немногие просматривают комментарии. А зашли в описание, скажут, о, они вообще вот это, вот это советуют. Кстати, я хочу сказать спасибо большое за книгу, которая тренирует память. У меня не только в связи с последней болячкой могла пострадать память. Я вам рассказывала, что это уже теперь у меня несколько раз случалось. И я точно про это знаю. И я, безусловно, буду по ней заниматься. И потом вам скажу, чувствую я эффект или не чувствую. Но все равно буду заниматься. Потому как я действительно нахожу много моментов, когда теперь я не только фамилию не могу вспомнить. Я и факт не могу вспомнить. И то, что только что сделала, не могу вспомнить. Я понимаю, что после 60 у людей, у многих такие пробелы бывают. Но хотелось бы подольше в своих мозгах находиться. И вас радовать тем, что я не окончательная дурочка. И вам постоянно приходится мне подсказывать, какое слово здесь нужно употребить. Были суды с родственники, где он писал, что поможет финансово. Не помог. Просила однажды юриста оплатить хоть часть. Часто начала слышать, что у меня все получится, что я справлюсь. Но я-то знаю, что он бы мог помочь. Он бы мог помочь. Но я думаю, он пожалел о том, что сказал, что поможет финансово. Потому что, скорее всего, он этого делать не хотел не потому, что не мог. А потому, что вы еще не тот человек, которому он готов помогать. И у него просто выскочило. Вы за это уцепились. То есть, смотрите, вы в дейтинге 5 лет. Раз встреча была первая, то, скорее всего, и финансовую помощь вам не оказывали на регулярной основе. Потому что, как правило, люди, либо готовящиеся к встрече, либо уже после встречи, начинают помогать. Он ехал на встречу, скорее всего, не только к вам. Потому что вы говорили о том, что он уехал путешествовать на 2 месяца. Вот так у американцев есть такая возможность уехать в Европу на 2 месяца и там бы путешествовать. Он с вами встретился. Он еще с кем-то встретился. Помогать всем финансово, пока вы не определились, это не просто неразумно. Это глупо. Я на стороне этого мужчины. Потому что, если это еще не моя женщина, достаточно того, что я оплачу ей билеты и отель. Потому что мы встретиться должны. У нее такой возможности нет. Решать ее финансовые вопросы я не должен. Потому что она пока мне никто. Я бы вот так на его месте рассуждала. Машина сломалась. Ушло много денег на доставку и ремонт. Надо было оплатить ограду на могилу. И нанять транспорт, довезти и установить. Ответ один. У тебя все получится. Да, конечно. Это ваши все проблемы. И посторонний человек, а он посторонний. Даже если вы с ним общаетесь каждый день, он посторонний человек. Он не должен решать наши финансовые вопросы. Вы бы без него их решали сами? Решали бы. И при нем, пока он никто, он вам предложение не сделал. И не сказал, что, знаешь, до следующей встречи я, наверное, не определюсь. Поэтому я тебя буду поддерживать. Этого тоже не было. Поэтому обижаться на него и говорить, ой, я не чувствую себя защищенной, не стоит. Потому что вам родной муж, бывший, отец вашего ребенка отказывает в помощи. Вы это воспринимаете нормально, но потому что он такой урод. А человек, который вам никто, ну он же должен мне финансово помогать. Мне вот на могилу надо было что-то поставить. Ребята, это ваши вопросы. И вы их решали бы, независимо от того, появился человек или не появился. А я по инерции начала доказывать, что получится. И это начало конца. Жилы не резиновые рвутся. Вы бы и себе это доказывали. Вот из тех разговоров, которые у нас были, и из тех комментариев, которые я читаю во время стримов и под роликами, я вижу, какая вы сильная и умная женщина. На постсоветском пространстве только в этом случае можно выжить. Рвутся жилы, не рвутся. Резиновые они не резиновые. Мы все это тянем. Там по-другому не получается. Вот здесь я живу в раю, и мне мужчина вот цветочки себе, вернее, покупает и украшает мою жизнь. Это меня просто радует. Потому что мне абсолютно все равно, сколько он за это заплатил. Нам на все хватает. А в ваших условиях, если бы мужчина, допустим, ваш увлекся таким дорогостоящим хобби, а у нас их два дорогостоящих, гитары мы покупаем, три даже оружия еще и цветы. То есть он каждый цветочек чего-то стоит. А когда вы на что-то копите и к этому идете, и вдруг ваш мужчина начинает чего-то скупать, это скандал в семье. Зачем ты это делаешь, если у нас другие цели? А у нас цель – вот наслаждаться жизнью. И у человека, которого вы встретили, он живет в Америке уже много лет. Я не помню точно, но чуть ли не 20 лет он здесь живет. Он уже американец. Он такой же, как я. Он понял, что главное в жизни – комфорт. Главное – получение удовольствия от каждой минуты. И выслушивать ему про то, что у вас проблемы, что надо на кладбище что-то увезти и что-то там еще судиться с кем-то. Но это просто неразумно даже ему про это рассказывать. Потому что каждый такой случай, который вы рассказываете, он себе ставит галочку. Эта женщина пытается меня использовать уже сейчас, уже на этом этапе. Она хочет, чтобы я решала ее все финансовые вопросы. А она мне никто. Она одна из того списка женщин, из которых я буду выбирать себе жену. Я бы хотела, чтобы вы это услышали. Этот ролик я положу в номерные уроки. Кто-то до сих пор этого не услышал. Самый главный вопрос, когда у вас возникает обида на человека, что я не чувствую то-то, то-то, или он не осуществляет возложенных вами на него надежд, задайте себе вопрос. Он мне кто? Я ему кто? И все становится по местам. Это человек, с которым я только еще еду. Первый раз встречаться. Он не должен решать моих финансовых вопросов. И его не надо обвинять в том, что у вас жилы не резиновые. Он не виноват в том, что вы живете в той стране, которая не заботится о своих гражданах, и им на жизнь не хватает, если эти жилы не рвать. Я тоже их рвала. Потому что мне хотелось, чтобы моя семья жила лучше, чем другие. Я не хочу и рожать, и жить мужчиной, где нужно доказывать, что у меня получится. А нет никаких предпосылок к тому, что когда вы будете с ним и будете ему рожать, то вам нужно будет что-то доказывать, что у вас получится. Скорее всего, этот мужчина, выбрав женщину, будет относиться к ней уже как к своей собственной. И все ее вопросы будет решать мужчина. Вот я сегодня своему снова сказала, жить без тебя не могу. Как я в свое время говорила это Джеймсу. Потому что и тот решал все мои вопросы, и этот решает все мои вопросы. И доказывать мне ничего не надо. Я подумала крепко и поняла, что рожать уже не буду. Это хорошо. Это очень хорошо, что в 36 лет вы поняли, что пока найдешь человека, пока проверишь, что из него получится достойное, вам уже будет лет 40. А то и больше. И рожать в этом возрасте точно не надо. И хорошо, что вы про это мужчинам будете говорить сразу. То есть если кто-то в этом возрасте 40+, все еще мечтает о детях, это просто не ваша категория мужчин. Не потяну, устану доказывать. Написала ему, не ответил. И слава Богу, значит правильно. На встрече все было хорошо. Он оплачивал еду и транспорт с жильем. Приехала с подарком. Вот все было хорошо, но вы в силу своего менталитета начинаете себя накручивать. Ой, а вдруг вот это, а вдруг вот это. И самая главная ошибка, которую совершают наши леди, они бегут впереди паровозы. И они начинают говорить, а я не буду то, а я не буду сё, а я не чувствую это. Ребята, это была первая встреча. Это просто люди присматривались. Причём в силу вашей национальности вы, по-моему, даже за руку не подержались. То есть, знаете, когда за руку взялся, уже вот эта энергетика чувствуется. Кто-то её чувствует в воздухе рядом с этим человеком, кто-то нет. А вот эти прикосновения, они дают понять, что это мой человек. У вас, наверное, даже такой возможности не было. Но у вас была и возможность, и желание написать. Нет, наверное, ты не тот человек, наверное, я не чувствую, наверное, не буду. Мы с Лерей провстречались, наверное, месяца четыре, когда он меня впервые приобнял. Я вам про это рассказывала. Мы ездили с ним осенью, смотрели краски. У нас здесь шикарные есть места. Повыше в горах, где разница температуры разная, и там более яркий окрас листьев. И вот у меня повёз. Он первый раз меня за это время обнял. Я поняла тогда, что мне нравится его прикосновение. У нас были прикосновения, но они были дежурные. То есть при встрече мы здоровались, я его в щечку целовала, мы за руки держались. Но вот когда он с удовольствием приобнял, это совсем другое. Вы даже шанс обнидали мужчине и себе прочувствовать, что вы можете быть созданы друг для друга. Но вам хочется бегом писать. Нет, ты не тот, ты это мне не решил, ты это мне не решил. А почему он должен что-то решать? Он пригласил вас на первую встречу. Деньги не давал на руки, а зачем вам на руки деньги? И он путешествовал и писал, что хорошо бы я была рядом, но не предлагал это напрямую. Так он вас уже пригласил в это путешествие. Он вас пригласил, вы побыли. У него заранее было спланировано, что эти два месяца он проведёт там-то, там-то и там-то. Он заранее забронировал все отели. Мы живём по плану. Это в России говорили про пятилетки, но никто их не выполнял. А здесь вот американцам свойственно. Они вперёд на полгода всё продумывают и знают, куда поедут. Потому что я вот нашего риелтора, когда позвала в свой бизнес, у него четыре поездки вперёд уже были оплачены. У нашего друга, у Лариного друга день рождения будет следующей весной. Ему жена уже купила тур в Италию. Подарок на день рождения. Мы всё планируем. Да, мы спонтанно себя тоже ведём, но и планируем. Большинство американцев знают наперёд, когда и куда они поедут. Женины родственники, вот когда они поняли прелесть круизов, они из одного круиза приезжают и сразу же покупают на следующий год. Сразу же. А вы хотите, чтобы просто из-за того, что человек захотел выглядеть вежливо и вам написал, как бы хорошо, если бы ты была рядом. Вы это приняли уже непосредственно, как так оно и есть и хотели, чтобы он снова вас вызвал прямо вот следом. Мы кое-как решили ваши вопросы с ребёнком. Он оплатил вам няню. Он всё ещё никак вам не угодил. А папа ребёночка сколько вам дал на то, чтобы вы ребёночка к нему на шею не повешали? Моё мнение, это манипуляция. Привязать интересно? Пусть они нас привязывают. Главное, чтобы оно продолжалось. Тогда есть какие-то надежды на то, что из этого росточка может вырастить полноценное создание Божье. как будто меня зовут, чтобы я не выходила за зону его влияния. Куда зовут-то? Чё придумываешь-то? У нас, говорят, держать в подвешенном состоянии. Но он вас держит в этом состоянии, потому что он не принял решение. Вы же сами говорили, что я была скована, я не могла раскрепоститься. Вот вы с Ларей говорите и смеётесь. А я не могла там смеяться, потому что вот мне кажется, что я должна быть такой. А не надо входить ни в какой образ. Оставайтесь с собой, веселитесь, радуйтесь, наслаждайтесь каждой минутой. Тогда мужчине будет легче принять решение. Ну что это мумия рядом со мной ходит? Я знаю вас одну, а он вас увидел совершенно другую. Держать в подвешенном состоянии. Я почувствовала дискомфорт. Вот вы бы перечислили потому-то, потому-то, потому-то. Потому что из того, что вы описываете, мужчина вёл себя абсолютно правильно. Представила, что нужно будет рожать, доказывать, выпрашивать деньги, отчитываться и получать ответы. Ты справишься сама. Наверное, это не тот человек. Это себе вы всё поднапридумывали. Мужчина ваш по разговорам, а я с ним разговаривала дважды, он мне очень понравился. Причём он иммигрант в этой стране, и он сделал карьеру. Он работает на крупную компанию, на очень хорошие должности. У него шикарный доход, и он бы вам смог обеспечить здесь шикарную жизнь, и вам нужно было ничего доказывать и ничего выпрашивать, потому что он уже создал вот этот рай, в который он готов вас забрать, поселить и говорить, пользуйся, моя дорогая. Не накручивайте себя, девочки. Не накручивайте мои лапочки. Да, он мог это сделать. Как у нас недавно была ситуация, я рассказывала о том, что 10% моего дохода, я прямо отчитываю, вот мне там пришло, 200 долларов сразу кидаю, что это будет у меня вот в копилочке, которую я перечислю в Украину. и мне кто-то пишет, что в этих условиях можно и побольше, можно побольше, но я для себя решила, что те 10%, которые я отправляла в церковь, благотворительные организации, раздавала в типы и покупала подарки родным и близким, это теперь все идет в Украину. Это я так решила, даже если я могу отдать больше, потому что я считаю, что если каждый те 10%, которые он уносит в церковь, перечислить в Украину, нам всем станет легче. Я имею в виду украинцам, не знаю, почему я себя к украинцам принесла, наверное, потому что я всей душой с ними, но каждый решает сам, вот я столько, вы захотите больше, хоть 50% отдавайте, хоть 90%, но это решает каждый, а не тот, кто возлагает на нас надежды. Вы сами придумали надежды, вы сами поняли, что он их не осуществил и виноват в этом он. А не надо возлагать надежды на посторонних людей, надо возлагать их на себя и цели добиваться, независимо от того, резиновые у вас живы или нет. В такой стране живете, к сожалению. А с вами была Галина Смис. Всего доброго, пока-пока. Берегите себя, не бегите впереди паровоза. КОНЕЦ